народ всем привет вот хочу рассказать ой извините пожалуйста закашлялся курю как слон не курите кстати это вредно значит рассказ мой про что сегодня хочу рассказать вот про такую штучку называется ну называется метаба эта штучка в такой вот коробочке красивенькой зелененькой значит это в этой коробочке лежит вы сейчас удивитесь в этой коробочке лежит фонарик просто фонарик тупо фонарик но вы знаете решил почему вот заснять про вот этот фонарик сейчас я вам буду показывать это но чудо фонарик если его сравнивать со всякими со всякими дешманскими фонарями вот такого плана вот я показываю вот он в такой коробочке здесь вот шнурок здесь на и вот так вот он лежит в лажементе то на он металлический значит он я не помню честно говоря сколько он стоит по моему 700 рублей что ли вот он вот смотрите значит этот фонарик металлический но поражает все таки исполнение вот этого изделия да то есть вот фирма фирма да вот бренд они все-таки не позволяют китайцам ну где вот они или это даже не не китайцам это вот у них завод как и у всех крупных корпораций до завод просто в китае у них контроль качества и они естественно соблюдают всю инженерию то есть настолько плотный фонарик что вот хотелось рассказать часа я вот тут поставлю часа и что хочется про него рассказать ну фонарь как и фонарь но выточен он вот и из из алюминия да из металла настолько шедеврально просто да настолько то есть все подогнано настолько все плотненько настолько все ровненько у этого фонаря фонарика он очень маленький да я вот конечно ну вот искал все такое сейчас все вот для сравнения положил что чтобы вам положить допустим сейчас я для сравнения вот я положу калькулятор покажу вот это калькулятор маленький да вот и вот такой вот фонарь так сейчас его развернув вот вот такой вот получается размер у него вот то есть вот вот палец вот вот вагон вот вот он вот он так почти как мизинец да вот что хочется ну вот еще раз скажу да то есть фонарь настолько подобным и абсолютно водонепроницаем то есть вот здесь вот кнопочка она герметичная то есть я сейчас покажу попозже да потом сама сама стеклышко вот здесь да и здесь я не знаю или тут диод такой стоит ну очень вот этот малыш лупит к светом ну настолько ярко что просто до такой степени то есть он все фонари переплевывает вот всякие разные фонарики такого плана да очень переплевывает вот он на батарейке конечно можно и на пальчиковый на пальчиковом аккумуляторе его тоже использовать вот это вот крепление крепление да посмотрите она настолько подобного у вас сильно да вот и винтики такие аккуратненькие ну то есть ну нормально сделано вот и вот я сейчас вот его откручу вот здесь вот вот смотрите что здесь интересно то есть вот смотрите как вам видите он полностью герметичный вот смотрите где вот эту часть я открутил которая с лампочкой да вот и вот здесь вот резиновая прокладка еще вот кольцо такое резиновая есть и резьба смотрите как она точена сейчас он настроиться вот видите и вот это черненькое кольцо это прокладка тут батарейка стоит внутри да сейчас я вытащу вот в комплекте шла такая вот такая чудо батарейка я таких не видел кстати это не китайская немецкая какая-то пл-лайт какая-то ну европейская вот вот тут вот ну то есть он там блок этот за закрыть запечатан и там вот смотрите тоже какая-то аккуратненько резьба то есть продукция сама по себе дешево так мне такой слабый этот фотоаппарат конечно же сейчас вот так положу попробую заснять вот не настраивается конечно ну вот он и что самое интересно вот там вот тоже тут конечно вы не увидите вот тоже все герметично вот вот что и порадовало то есть менять 500 или короче 500 рублей вот я вот закрутил смотрите какой тут прям вот плотно плотно туда проглотила эту прокладку она туда вошла вот то есть вот такой фонарик вот ну вот шнурок у него идет вот такой вот то есть ничего нет и сама вот это вот металлическая вот металл вполне конкретно то есть ее можно вот конечно фонарик вот этот ну удобен в том плане что он выручает ну с собой где-то вот его носить ну не всегда но где-то он раз и пригодится вот собственно говоря и весь обзор на все это дело вот хотел показать то есть я а чё я еще вот рассказал до этого фонарика покупала вот 100 рублевые там да сейчас скажу где-то 4 фонарика купил и ни один не зажег не зажегся нормально в итоге вот один взял не проверяя какой-то вообще непонятный но он взял он у меня не включился в итоге бросил потом еще один так такая же история вот взял вот такой за 60 рублей вот за 60 вот все там болтается сейчас я покажу вот вот эти блоки непонятные ненадежные да вот тут вот вылетает все вот этого вот смотрите вот я не знаю что это такое какая-то пружина где она откуда она взялась и кнопка проваливается вот она туда вот вот смотрите как она то есть ее нужно вот так абра обратно выделить и вот ее когда давишь она обратно не вылазит вот и все то есть там крепление даже не предусмотрен вроде все вроде как внешне так ничего а технологически очень мертвый просто фонарь вот и вот такими блоками как-то не вштыривает ничего и вот ну и чё вот дня не прошло и все и фонарь короче приказал долго жить как говорится в кавычках да он потолще а диоды тут все хорошие это ну как бы все и не на сами соединения то есть вообще никак нет и вот смотрите вот кстати с ним сравнить можно вот этот маленький вот смотрите видите и метабы конечно метабы это бренд ну они естественно они следят за качество вот и все друзья так что видите виду этот метабом везде конечно продается он и бывает и в подарок его дарят даже при покупке там при покупке инструмента но я так купил уже наверняка и все доволен как слон просто то есть как бы я потом покажу еще я вместе с вот этой штуковью с этим фонариком приобрел еще нож нож мультитул в следующем ролике тоже посмотрите тоже метабовский тоже порадовал конечно очень сильно в в следующем ролике там все покажу расскажу вот на этом ребят все давайте я включу подождите сейчас вот хотя бы вот вот то есть я не знаю насколько вам будет здесь видно да то есть вот этот день это вот так он днем то есть вот сейчас что-нибудь освещу даже вот вот он но в темноте то есть он ну просто не мое лупит как просто настолько далеко тут один диод стоит галогеновый или какой-то ну как галогеновая лампа какая-то не галогеновая нет там он запечатан этот диод вот он один там не целая кучка вот так что вот имейте ввиду такой фонарь вот металлическим тяжеленький такой ну не тяжеленький массивники такой приятно то есть ну чувствуется что он не раздается не развалится вот и лакокрасочное покрытие у него тоже радует ну оно такое горячего напыления то есть это как авто не автомобиль на такое-то порошковая окраска горячего нанесения до цех в цехах такие катается по всей по всяким этим до шероховатым поверхностям и не царапается пока не царапался это радует вот так что вот вот такой вот фонарь вот в такой вот коробочки фонарь вот коробочка тоже интересно но это опять же для тех кто хочет чтобы у него было все под рукой в наличии не бегать там спички не сжечь там да там ой не видно где-то что-то давай подожгем спички вот я собственно говоря я для этого и купил чтобы он был с собой чтобы никакие не спички не зажигалки там зажигать ветром задуваемые да лучше взял взять достать фонарик и так и посветить нормально плюс всяким путешественникам рыболовам мастера ну пригодится его на вот этот вот крючок цепляешь там как ручку шариковую и все все больше мне нечего сказать в общем в итоге спасибо за просмотр всем до свидания имейте ввиду что лесу такая штучка всем пока